Мой руки идти тщательно, добрый судей. Словили, провели, закрали, все успокоились. Делали посуду, разводили огонь. Сделали, провели. Не два дня, все время эта петрушка идет. Это во всей стране черно были очень. Это возга получается. Мимо писсуара будет ходить я, Зина, еще у нас будет Радруха в головах. Собачье сердце. А что говорит-то? Завтра опять тоже будет. Как Игнатий Грищининов заболел, делал местных смертей. Братья спрашивают, ну какой наказ дашь, как похоронить? Он говорит, хоть любой наказ дай, все сделать по-своему. Вот и весь ответ. И песков. Могли бы его снова слушать? Не тут-то было. Муха это на потолке. Ну. Надо убрать. Их надо маленько, чтобы они пониже. А надо бром делать. Ну тут нельзя бить на стенку. Я помню сейчас заливаю. Я помню сейчас заливаю. Я помню сейчас заливаю. Бью. Покажи кухонные супы. Почему их долго нет? На первое куриные супы. Да. Я помню, что она заживает. Нет. Не надо усерить. Что, вы все? Да. Все разуме. Ага. Там осталась крышка, что не появится? Всё? Звони, кто звонит? Звонить? Ну звони, конечно! Звонить? 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 Звонить, если ты хочешь, наше Господи Иисусе Христосе и Божьем поедете. Аминь. Ощи всех на тебя, Господи, уповай, ты даешь им пищу, благо времени не отверзай, что ты щедро руку исполняешь всякое животное благородение. Слава от Своей Сыны и Святому Духу. И ныне и присвои во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И святей. Словом твоим, молитвой, ищем, принять её с благодарением, зная, что всё это получаем. Имея полную зависимость от тебя, Господь и Бог наш. Хвала Тебя за все веки. Аминь. Руку к земле не опускать, проверить себя. Мы сейчас пришли из храма. Ну стоишь по неволе, видишь как-то. У нас восьмой пункт прямо написано. Стоять не оглядываясь. Стоять не оглядываясь. Ну ещё непонятно. Теперь смотрите, какая история. Впереди меня стоят люди. У нас было такое. Стоять и оглядывается. Я ему сказал, в следующий раз мне уже про стенок остановить. Зачем оглядывался, ещё непонятно. И при том не один-два раза, а просто вывернется и стоит, смотрит. Да не меньше десяти раз за службу. Это куда годится. Это в какие гостовороты затаскивать. Я ещё ничего не знал про татарам. Но у нас вот напротив жили. Прямо напротив нас Кондина и Елена. Она вышла за какого-то мусульманина. И рассказывать, какой у них порядок. Если они молятся, говорят, хоть стреляй, хоть ещё, ни один не обернётся. А у нас развороты такие делают в храме. Зачем в храме оглядывался? Ответа никакого нет. Зачем? Ну, дождь. У тебя ещё дождь-то? Понятно. Оглянулся, человек пришёл в храм, у него сушилось зерно. Тут всё объяснимо. Тут ничего у тебя нет. Никакой. И это ни раз, ни два. Я говорю, десяток раз перед всем народом во время службы. Это внутреннее состояние неблагополучие. Тем более, у нас там записано, об этом говорят святые отцы. Вот вам одно и то же говорю. Почему вы не слушаетесь? Вот вы сейчас там и говорите. Я сказал, поварёшку там не ставить. Сейчас открываем. Одна муха уже полывает. Вам это надо? Она вытащила. Вот она вытащила её. Зачем? Зачем? Для мух. Что открыто вот здесь, вот она залазит. Это делает только для мух. Мушиная мама. И будете ставить. Будете и завтра ставить. И послезавтра. Почему? Страха Божия нету. Клавят сахар в разную толкали пищу. И будете толкать. В овсянку, в творог, везде сахар. Ни грамма сахара не давать. Только на компоты самому Володе отпускать. Ну нельзя так это противничать. Притом никакой нужды в этом нету. Вася, чем ты занимаешься сейчас? Сейчас? Ничего. Зачем ты там смотришь? Ты иди стой сюда. У тебя не по форме, не по нашему дроскоду в храме. Почему юбка так высоко задрана была? Сантиметров тридцать. У бабы Серафима низкая. Лиза стоит одета как. Мария. Две Марии стоят. Ты ни на кого не смотришь. Юбка затрана вот настолько вот. Ну во время службы уже я не подошел. Ты даже не знаешь. А дергать себя не можешь. Эту юбку больше не надевай. Что не понятно? Понятно. Понятно. Пришла с этим драконом. Сяду вырезали в печь. И весь раздор окончен. Еще раз наденешь юбку на мелкие кусочки. Такие простые вещи я должен уговаривать. Устав. Восьмой пункт. Зади прихожей. Прочитай хотя бы один раз. Еще глазами закрутите. Дошел до того, что сено, которое привезли туда, сваи сжигали. Это не что-то. Это маньяк какой-то. Тут уже был один сжигал. Чуть не сжег деревню. И то маленький был. Теперь он подрос. Больше всего по неволе смотришь туда. Потому что уже за пятном. У нас есть желание. Вот материал какой принесли. Из него может быть где-то в костюме появится. Вот шрики не только белые. Стань на место. Стань. Опаздываешь. Зачем опаздываешь? Сейчас руками кого-то трогать всегда начинает. Прошу прощения. Ничего не могу сделать. Обязательно кого-то охватать надо. Опусти руки, никого не прикасайся. Все время жмут, чтобы по их было. Есть. Стоять. Ты стоишь там опять на стол. Не опирайся. Стой. Нормально. Если голова кружится. Дальше прорыва началась. Вот сейчас приходит там человек, Виктор. Я ему сказал порядок за столом. Не облокачиваться и не наклоняться. Другой вариант. Если ты боишься сбиться и неудобно прийти. Малая столовая это на кухне. Пожалуйста. Мне лучше тогда здесь. А вы покормите. То есть мы даем человеку выбор. Но нарушить его никто. Наш порядок не может нарушить. Не может. И мы это сделали как могли. Так. Будете поварюшку толкать? Вон она опять переехала в другую кастрюлю. Я говорю про это. А не от одной стороны. Да и перепротивить еще покрышку на эту. Да просто в чашку. Да в чашку положи. Да чтобы она не торчала. Оно у вас будет на полу валяться. Сегодня у вас будет занятие. И я явлюсь туда со своими подарками. Чтобы помолились. Чтобы сердца все были открыты. То что я им сегодня подкинул. А они сейчас. Каждый будет защищать своего. Идет Степа. Степа. Не твоя работа это? Нет. Не верь. В прошлом году ваши дети там были. Владимир Владимирович. На крышу не лазили. Лазили на крышу. На шифер вы лазили. И потом только когда даванули согласились. И Степа все соврали. На второй этаж. А там. И на карниз вылезли. А на карниз это высоко падать там внизу от мозга. Врушив. Страха Божьего никакого нет. И поэтому. Приходя из храма ты остался тот же. Напрасно дорогу топтал. Напрасно дворы Божьи топтал. И притом дела никакого нет. Так я сказал. Ну сжег. Ну не все же сжег. Ну да. В воде некоторые были забиты сваи. Он сжечь их не мог. Они не горят в воде. То есть ответы какие-то дают. А потом они страдают эти люди. Я сегодня утром размыслил. Когда меня судили. Показания про меня. Пакостные давали. Самые пакостные. Притом самые лживые. Священники. Настоятель. Благощинный. Архиепископ. Я беру. Из моего дела. До слова Божия нет уст. Там все описано. И ни одного нигде нет. И все были. До моего возраста никто не дожил. А жили-то припевающие. По заграницам ездили. При советской власти. А и мы тюрьмы мерили. Говорится. С такими людьми были. Но это путь свободы. Путь радости. Я сегодня на память привел их. Никого нет. Нет никого. Я еще не вернулся. А прокурор уже скопынулся. Уже скопытился. Как Солженицын говорит. Я вам это говорю. Чтобы вы другим могли передать. Там нужно что-то ему сейчас подавать? Он ушел уже. Ушел уже? Ушел уже. Он покушал и поел. Поел, да? Ну он. Что нужно то мы ему дали. Значит сегодня у нас будут занятия. Есть какие вопросы. Вы задавайте вопросы. Вопросы. Я вам за вопрос один. Как бы через вас на вашего отца выхожу. Какой у нас будет разговор дальше с Константином? Мне будет неприятно. Если он будет недоволен, что вы здесь были. Это теперь от вас зависит. А он будет радоваться не словам вашим. Он скажет, что так хорошо было. Я так отдохнула. Он скажет, я не об этом спрашиваю. Ты теперь послушна мне будешь или нет? Ты теперь будешь слушать, что мама скажет или нет? Или по прежнему на своем? Я тебя последнюю неделю зажгу в тиски. У нас было два брата таких. Я дырал почти зря. Ну, спортивная мальчишка-то была. Вот так разворачивать на турнике, на вытянутых руках. Солнышко делал. Приехали, ничего нету с улицы. Как говорится, ни черта, ни бога нету. Как Валан говорит, никого нету. Ничего с собой не привезли. Даже для занового города. Я говорю, а ты зачем куришь? Я? Никогда. А если я найду? Нет. А тут я дежурю. А тут рядом дежурят солдаты. Уходят они на ночь. И у них раскладушка. Ну, сиденья там из машины принесли. Так. Ну, а если я найду? Да нету. У меня одного Славик звать. А другого еще даже не прорву. Как-то тоже так. Спортивного-то. Я говорю, ну, мама, свидетель. Ты видела, мама, он курит? Не видела. Ладно. В другую комнату заходи, я тебя буду обыскивать. Если я найду, то тебе сразу дам. У нас 7 горячих. Я тебе дам 27. Согласен? Согласен. Но у меня нет ничего. Я не говорю. А спички есть? И спичек нету. Выходит. Снимай правую я говорю. Снимай носок. Спички. Так. Теперь подними вот это место. Поднял. Во-первых, он после матери говорит. Мам. А как так дядя Игнатий сразу нашел? Где у меня? Что по запаху? Да вот где дядя Игнатий-то был? Я все эти уловки где прячут? Как же заначку обмануть охранников? И все такое-то. Ложись. А можно я в туалет бегаю сначала? Ну давай. А у меня сетка и ручка плетеная. Не просто. Крапива-то. И я его начал тампану сжать. Он где-то 15 выдержал. А можно я еще раз в туалет бегаю? Еще раз. Все. И вот последний день тоже. Я говорю. Ну смотри. Чтобы больше не попадался. Славик-то нормально ведет. А ты видишь какой парень. Чтобы не заскочил. Поехал ты чистый. И вот они ушли. Ушли за водой. Где костер. И там внизу колодчик у нас выкопан-то. Нету их. Я залез тогда на это высоко. Качели которые гляжу. А они лежат там. Ушли за водой. И легли. Скорее туда лежат. Он соскочил. Но я договорился о быстром. Это нужно на кухню. Ну. Я это не сделал нельзя. Он говорит. Так я хотел уехать. Чтобы наказание последний не было. Опять получил. Почему? Лукавый. Лукавый. Ты хитрый. Грешный. А потом меня в интернете нашел. Рассказала. Мать ушла в них. В монахи. В монашество. Вот. Ну и какие они выросли. И помнят все что было в лагере. По-другому никак. Я тебе рассказываю это. Я тебя ловить даже не буду. Ты сама залезешь. В мордушку. В эту как гальяну. Ей приходится по 10 раз повторять. Прежде чем она выполнит то что ты ее просишь. Понятно? Постоянно. Очень серьезное обвинение. Если так жить. Тебе ни с кем не надо жить. Ни с кем. Только шариком. И отпустить его в первое же время. Убежать. Будешь одна стоять в цепочке не найдешь. Это не годится. Запомни. Первая жалоба от мамы. А она не послушалась. Мать сказала ей. Вот у нас ходит. Вон там домик. Ося. Это племянник мой. Я приехал домой. А отец Сахим не знаю. Только первый домик построили. Вот который здесь. Из Глины. Из Самана. И батюшка купил ремни. Кому купил ремни. Пять или шесть. Десять ремней. А мама сидит. Мария Егоровна. А вот Ося то неплохо слушается. Это на внука своего. Ну сейчас он. С бородой. А как так не слушается? Ну вот не слушается. Скажу. А он мне то есть. Вот как ты. Странно довольно. Так. Я взял ремень в руки. Пощупал. Нормальный ремень. Хороший. Просто так. Он на пешке лежит. Так. Баба. Скажи ему. Чтоб он тебе подошел. Ося. Да ладно. Не надо уж. Я говорю. Говорят. И ты получишь. Ося. Иди сюда. Он как лежал. Так и лежит. Ну тут я его сгреб. Зашел. Это ему пять лет было уже. Ну я его начал учить. Втолковать ему. Так. Лес на печь. Он. Уже на пещере лежит. Баба. Теперь говори ему. Ося. Единственное. Он мгновенно. Обними бабу. Поцелуй. Поцелуй. Очень хороший парень. Для меня. Остальные. Нам не нужны. По сегодняшний день. Позади 26 лет. Один урок только. Прошел. На русской пещере было. Только слово скажешь. Другая приехала. Татьяна. Он парень. Такой. Разбежался. По клумбе. Через добор. Перепрыгнул. Совсем не слушается. Точно так же. Данила. Заходи. Мать подписала. Указ. Ты не послушен. Ну я его шпандорил. Как говорится. Мама только слово скажет. Он перед ней говорит. Как стоит перед начальником. Готова. Готова. А почему же ты его не учил? Ну я учил. Он не слушает. Нормальный парень. Все. Немножко ему только надо поглубже это учение дать. С сегодняшнего дня. В воскресенье я тебе накажу. Завтра я тебя ловить не буду. Ты сама будешь лезти. Поняла? Нет. Что любое слово скажет старший. Если оно еще не ломает нигде. Ты сразу обязана сделать. Это дядя Бог. Он старший. Это его дом. Ты находишься у него в гостях. И ты его не слушаешься. Я его слушаюсь. Вот он сейчас скажет и все. Мы с ним договорились. Володя у тебя деньги если есть на молоко. Покупай чтобы молока было вдоволь. Молока просто кваши. Снимайте. Творок делают сами все. Сливки. Сливки не покупай. Слышала? Да. Все. Ко мне вопросы какие. Так я вам дал задание. Вам дал задание и тебе. Значит немедленно сделай. Я им отдам два костюма своих. Которая расползлись пошла. Мне это необходимо. Сядьте и делайте. Не разговоры. Так. Ну не надо показывать. Ты посмотрел обо чем мы там делаем. Где приходит залазить. Сидишь дома. Позавчера такой дождь идет. Я весь мокрый. У меня вода на сквозь вся протекает. Я второй день не могу штаны просушить. А так готовый в сухом месте не может заплатываться. Перебрать. За стол. Главное. Господи Иисусе. Господи Иисусе Христественне. Повинок не помешает. Аминь. Благословите. Он уже благословит. Бери ведро сразу. Вот так. Вот или чай. Опять сделай так, чтобы часть молоком была. Вот так. Или просто квашу полкружки.